При вроде как сносной идее, неплохой операторской работе и отличного визуала, логика картины утянула фильм в глубины черной кинодыры, откуда ее не смогли даже вытащить нагнанная кучка минитых актеров. И вот если при просмотре переживать за людей и офигевать от их туповатых поступков, то на середине фильма можно смело выключать, так как набор клише и линия пресловутого сюжета выдает, чем вся эта беготня по МКС закончится. А вот если посмотреть с другой стороны и попереживать, так сказать, за живое, то кино переворачивается с ног на голову и пестрит новыми красками. Так, 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 вот этот поворот. Итак, засланный на Марс советский разведчик с целью помешать Мэтту Дэймону. Как вырастить еду на три года. И разорить батькину картофельную державу справился с поставленной задачей и прикинувшись анёбой на попутках мчал домой для оперативного доклада и получения почетного звания. Ордены Ленина и Красного Знамени ударником труда. В 6.30 по Гринвичу пилигрим столкнулся с мусором и отклонился от курса. И тут оказывается, что образцы грунта, находящегося в капсуле, уже долгое время поджидают в МКС. Стадо оленей в период мигрении, по первым кадрам которых можно понять, что ничего хорошего от дальнейших действий экипажа ожидать не стоит. Потому как летит по станции чувак с длиннющим тросом, на конце которого привязан карабин, который просто болтается и херачит по всему, до чего дотянется. А если кнопку какую нажмет, в вентиляторе застрянет или других бед наделает, из-за чего сразу видно. Я работаю на отъебись, как и все здесь. Ну и раз диагноз поставлен, то его нужно постоянно подтверждать, чем собственно все и заняты. Потому что если... Подготовка к перехвату этих образцов была главной целью нашей миссии последние месяцы. То чтобы поймать разогнанную пайбень, угрожающую населению планеты и самой МКС, америкосы решили типичным для себя способом, бейсболом. Как это объяснить? Ха-ха, это безумие! И в самый ответственный момент, один дебилоид, без какой-либо фиксации к станции. При том, что станция находится в движении, выходит в лобовую встречать капсулу при помощи управляемой руки. А остальное стадо собралось поглазеть именно у того иллюминатора, у которого есть большая вероятность лично встретиться с капсулой. Ну и если уж решили поиграть в бейсбол, то хотя бы перчатку соответствующих размеров натянули. Для смягчения удара и большей площади соприкосновения. Но на крайняк все эти рыбацкие поставили. Но нет, натренированная рука Дэдпула, четко по сценарию, хватает залетный объект за крылышки. Придумали, не придумали, но у них там творится полнейший хаос. А точнее, хроники хаоса. Это классная онлайн экшен ролевая игра, с множеством пвп режимов. Здесь вас ждет более 50 крутых героев, каждый с уникальными навыками. Тебе остается только находить победоносные комбинации. Помимо увлекательной сюжетки, в игре доступно 6 режимов. Каждый из них открывается на разных уровнях погружения в игру. Имеет свои особые преимущества. Где-то вы можете призвать могущественных титанов и исследовать подземелья. Лично мне больше всего нравится режим запределье, в котором я дерусь с опасными боссами. В хрониках хаоса происходят регулярные ивенты и обновления. В которых открываются новые режимы и появляются опасные враги. Сражаются герои сами, ты только можешь активировать суперудары. В первый же день тебя ждут суперсундуки с наградами. Но выйдут ли твои герои с трофеями с поля боя, зависит от того, насколько хорошо ты их прокачал. И только тебе покажется, что ты всему научился. Как открывается новый режим, где уже привычные бои поддаются под другим углом. В хронике хаоса большое и сплоченное комьюнити, которое сегодня перевалило за 4 миллиона человек, обсуждают стратегии битвы с боссами и координируют тактику для сражения против других игроков. Забери команду из 5 топовых героев прямо сейчас. Кто пятый, узнаешь после скачивания. А еще 62 изумруда и 30 тысяч золотых монет. Сканируй этот QR-код и скачивай игру по ссылке в описании. И начинай играть прямо сейчас. Увидимся в хрониках хаоса. Учите, учите. Без образования сейчас худо. И как только содержимое капсулы вывалили в лаборатории, то дело начало принимать серьезный оборот. Наш разведчик попадает под пристальные микроскопы британской разведки. Но так как англоязычное население мира в кинофильмах в глаза долбится и русских за людей не считают, то всему миру сообщают. Перед нами крупная одноклеточная. Инертная. И начинают пытку температурой, кислородом и глюкозой. В целях вывести агента из анабиоза. Тут даже лабораторная крыса напряглась, почуяв неладное. Запахло пи***цом. И америкосы мигом хватают инициативу в свои руки. И несмотря на то, что МКС в большей степени российская разработка и командир экипажей с той же великой страны, то издевательски звонят американским детишкам и называют проснувшегося разведчика. Честь нашей школы. Келвин. Блин, а я хотел тебя Серегжаном назвать. Сверив паспортные данные, утвержденные 20 съездом КПСС, чекист понимает, что он минимум Николай. И никакой в сраку не Кельвин. Статистически доказанный факт, который никто не хочет слышать. Быстро перебрав инструкции в голове, Колян соображает, что выжить можно, только идя на сотрудничество со следствием. И как только потянул ручки навстречу британскому агенту, тот в ответ начал различать в Коляне уже более многоклеточное существо и даже проявил нотки нежности. Как будто чужой смотрит прямо в душу. И вот тут с какой стороны не посмотри, афродолбоящер совершает грубейшую ошибку, за которую, согласно протоколу, нужно сразу же садить на ближайшие остановки и пнуть по направлению к Солнцу погреться. Какого черта совать руки в слабой защите к неизвестному существу, прилетевшему из глубин космоса? Ну ты, поколожан, точно, ты псих. Тебе пора врачу ленчиться. Может оно высокоразвитый парзит, имеющий способность захватывать тела и быстро плодиться, устроит очередной факультет, заразит межгалактической дизентерией или еще каким половым недугом. Да тут той самой металлической рукой, которой капсулу ловили, опыты проводить нужно. А мне похер. Ну, ученые с тобой не согласятся. Об этом бреде даже сотрудники начали неловко намекать. Хватит называть его Келвина, мы не знаем, что это, ясно? А ты играешь с ним, словно это твой приятель. Видать, от занудства у чувака на земле, ни детей, ни друзей не было. Бултыхался, как говно в проруби. Поэтому от скуки и уговорил начальство, чтобы его в космосе заперли с группой людей. И те, долгое время, никуда от него не смогли деться. А когда появилось нечто живое, которое свалить не может, то докопался и до него. И уже ни с кем не хочет делиться. Мою прелесть. И тут, по сценарному расхуйяйству, от которого можно навеки устроиться гальюны дравить, в камере Коляна происходит разгерметизация, отчего тот уходит на сон час. Хомут, наверное, отошел. Я виноват. Да, еще как виноват. Даже пятилетний ребенок бы это заметил. И действительно, как такого расхуйяя взяли в космос? Ведь перед отправкой людей годами задрачивают в учебки, пропускают через сито логики и марлю совместимости. А тут группа людей в замкнутом пространстве, болтающихся в невесомости, где от малого шороха одного зависит жизнь не только людей на станции, но и людей на земле, на которых эта жестяная многоэтажка может свалиться. А мне похер. Ученые так рассуждают? Что один раз за фильм вызывает радость от встречи с логикой, так это высказывание специалиста по безопасности. Но ты не должен выходить из лаборатории, не проверив все трижды. А может быть у нас чума на борту. К сожалению, все хорошее и логичное на этом, не начавшись и заканчивается. Ведь с логикой, как и с физикой, тоже по бабкам не договорились. Елена, как только увидела сценаристов, напрочь самоликвидировалась. И что вы думали, можно предпринять ситуации, в которой подопытный вырубился тудушья? К примеру, дать существу, выспаться и восстановить силы? Нет. Шокеры! Обожаю шокеры! Здесь совсем низкое напряжение. Мы только стимулируем его. Слушай, ну не будь ты черный падлый. Ну и чего ты хочешь этим добиться? Надеюсь его разбудить. Вот тебе пословица, не буди лихо, пока оно тихо. А Колян, тем временем, наслаждаясь комой, мечтал только об одном. Как только я встану на ноги, сделаю ему так больно, что он пожалеет, что вообще на свет родился. Ну и естественно, в момент очередного разряда, вселенная услышала просьбы трудящихся, благо недалеко было. Колян очухивается и, как в детстве учили, блокировал противника смертельной хваткой. И вместо того, чтобы отгрызть себе руку и получить еще одну пенсию по инвалидности, терпел, отдался чувствам и приятным болевым ощущениям. И только Колян хотел отпустить бедолагу, как недоносок поднес шокер еще раз. Жаль, что Мерикос не знал, что советские разведчики с эмбрионального периода занимаются самбо. Поэтому Колян выходит на болевой и корректирует парнишке форму пальца, чтобы в носу было удобнее поковыряться. Хочешь фокус, чтобы ты не думал о ранении? Сейчас ты почувствуешь легкое сдавливание. Пальцу больно. Всегда помогает. Ну и пока чувак парил без сознанки, в наступившей экстренной ситуации, четко слаженная команда, имеющая строгую иерархию подчинения, со звенящими в головах инструкциями, берет волю в кулак и начинает неистово паниковать, проклиная своих родителей за то, что вовремя не предохранялись. И пока безопасница пыталась объяснить американским бравым героям, что тут карантин, Колян берет инициативу в свои руки и, пользуясь минутной заминкой, подручными средствами, выбирается из одиночки. Вогода! А что должен сделать настоящий разведчик, освободившийся от пыток и получивший свободу для маневра? Конечно же, найти крысу и попытаться завербовать, но крыса начала огрызаться. Ля ты крыса! Из голодухи было пущено на восстановление белка в организме, но скопище идиотов, подумав, что пока Колян, согласно рецепту, разделает, пожарит и съест крысятину, пройдет минимум час, то можно утащить раненого с поля боя. Но не тут-то было. Быстро чухавшись, Колян позволил сменить одного дебила на более свежего и, зная, что по всем инструкциям останется один на один с врагом в октагоне, проходит в ноги Дэдпула. И в тот момент руки сценариста легким ветерком коснулась логика, и чтобы всех не перебили в первой половине фильма, и было кого кромсать дальше, он прописал космонавтам. Вдруг вспомнит про инструкции и заявил. Калитку закрой! Отбившись кислородной свечой, Райан наш Рейнольдс хватает плазменную горелку и давая гонять Коля на подсеку, совсем не думая, что можно испортить обшивку, проводку, да и вообще устроить пожар. Зажав противника в одном из углов, чувак врубает аппарат на полную мощность и дает залп из всех орудий. Я убил ее! Я бессмертная, твою мать! Но просто так плазменной пукалкой советского разведчика не возьмешь. Он в огне не горит и в воде не тонет, а также прошел курс колоноскопии, чем и выводит противника из строя живых. И тут по совершенно случайному стечению обстоятельств, горелка инициализирует систему пожаротушения и открывает путь из лаборатории в виде клапанов воздуха. Завалив очередного имбецила, Колян сразу же вырос в глазах агентуры. Он стал в разы больше! Ловко, уважаю. Следующим шагом нужно скрыться в системе вентиляции и в стиле ниндзя выпилить по одиночке оставшихся. Но злобные упыри просто так не сдаются и перекрывают вентиляционные отверстия. Но так как кнопку закрыть все разом еще не придумали, то Коляну удается всосаться в воздухозаборник. Но и пока стадо баранов в хаотичном порядке шныряло по станции, Колян четко следовал инструкциям. И следующим шагом приступил к обрыву связи с внешним миром, чтобы подмога не привалила. И командир экипажа, вновь надеясь на авось, решила сначала упаковать жертв лабораторных опытов, а потом уже и на родину звонить. Я отправлю сигнал бедствия. Да как только терпили пальчик отрихтовали, да и уж тем более пока Райана нашего Рейнольдса на шомпол натягивали, нужно было сразу строчить депешу по всем видам связи. А не через часок-другой, когда надумается. Может быть к этому времени уже некому было бы вызывать подмогу. И пока командорка пыталась отрапортовать на землю, то оказалось что... Передатчик накрылся. Ведь все забыли, что на таких сложных технических объектах, каждая жизненно важная система как минимум дублируется. В нас они полагаются на случай, здесь все дублируется. И понимая, что весь экипаж дубье не обученное, командор экипажа ныряет в скафандр и в открытый космос на починку передатчика. И оказалось, что Колян, чтобы не возиться с проводами, решил дать перегреться системе связи, сожрав всю незамерзайку. Вот это я понимаю. Коль. И в систему охлаждения полезла командор, и открыв винтель, и поняв, что там пусто, и вероятно, что там залег Колян, не закрыла в ту же секунду, а решила с командой поиграть в угадай источник жидкости на корабле. Полно питьевой воды, охлаждающей жидкость для системы связи. И пока командир думала о жидкостях, увидев красивую женщину, Коляна накрыла флэшбэками. И Колян, впитав кислороду побольше, как учили суток натрое, кинулся в атаку. Благо в скафандре была русская баба, которая и капсулу на скаку остановит, и на палящее солнце взойдет, и клапан на всякий случай перекроет, и протокол соблюдет. И пока девка крутила заглушечку, заскучавший по родной ватрушке Колян, начал выжимать из нее все соки. И тут понеслась ахинея по улицам Бродвеям. Во-первых, в открытом космосе, впитавшее в себя уйму жидкости слизкое существо, должно раздуться как шарик, и при температуре абсолютного нуля, в мгновение, закристаллизоваться. Но видать отечественный антифриз, который на северах, и при минус 50, мужикам покоя не дает, впитался в каждую клеточку. Ну ладно, Колян, разведчик прожженный, но жидкость в скафандре у мадам, ведет себя еще страннее, и не будет летать от ног к голове, сквозь одежду. Она прилипнет к телу, или одежде, из-за поверхностного натяжения. По факту, у нее мокреет нижняя часть тела, там где Колян и повредил систему охлаждения. Одним словом, наплевали на закон поверхностного натяжения. Да нет такого закона! Вот именно. Командор женщина хоть и бывалая, и все понимает, но с камшотами уже перебор, чуя, что так и задохнуться недолго. И чтобы не ползать кругами, решает сократить путь и прыгать по несущейся на скорости к космическому кораблю. Но даже если бы она не доперелетела, то ничего страшного бы не было. За сутки корабль совершает 16 кругов вокруг Земли, и почти через полтора часа ее бы подобрали той же металлической рукой. А с Коляном время бы пролетело незаметно. И это факт. Подгребает Рашингелл к шлюзу, а тут стандартная защита от дураков, чтобы никто сам не вошел и по пьяни не выпал. И согласно этой защите, рукоятку нужно крутить с двух сторон одновременно. Технологии. Быстро сказка сказывается, да долго шлюз открывается. Но Деваха соображает, что единственный способ спасти утырков на борту, это совершить героический поступок и взять Колян с собой в романтический полет среди звезд. Но Колян практически на пердячем пару, сигает на корабль и мчит к соплам, чтобы хоть как-то приобщиться к источнику кислорода. Ну а Космодауны пытаются ему помешать и пускают двигатели по очереди, чем как последние бицилы выжигают всю керосинку. И как бонус. Из-за включения двигателей мы начали сход с орбитры. Скоро достигнем атмосферы. Но Коляну удалось перетерпеть и даже непонятно каким чудом. Он сумел пробраться внутрь. Единственное логическое объяснение проникновения на МКС, это галимые стыки между отсеками станции. Видимо по образцу советских вагонов делали. Сквозит как в тамбуре. От вибрации щели увеличились и дали возможность Николяше просочиться. Но не через герметический же двигатель он пролез. Джины, желание, лампа. Совсем ни о чем не говорит. И после таких кульбитов, Коляна прям зауважали. Он уже доказал, что способен выживать лучше любого живого организма. Но даже имея уважение, парнишки ищут путь умерщвления. Но так как тут кретин по кретину ползает, то и пути находят под стать себе. Мы знаем, что они впадают в спячку при исчезновении атмосферы. Если мы лишим его воздуха, а сами закроемся в секторе рекреации и запечатаем его. И разгерметизируем всю станцию. Да он только что в открытом космосе кругами наяривал. А вы его удушьем взять решили? Что тут происходит? И только разогнав по организму кровушку, в головы долбоящеров, наконец-то приходит резвая мысль. Калвин не ненавидит нас. И он нас убьет. Чтобы выжить самому. И услышав, что дегенерат начал здравомыслить, засевший на бездыханной ноге Колян, отключает мудилу. Мало ли чего лишнего пизданет. Ну а деваха, почуяв телодвижение, рассекречивает разведчика. И напрочь забыв, что делает Колян с теми, кто бьет его током, дает разряд дефибриллятором. Ну что вы за люди такие? И тут разведчик совершил просчет. Видимо проглотил один из маркеров Дерри. Можем следить за ним. Не сильно огорчившись, желудок Коляна сообщает, что война войной, а обед по расписанию. Эх, сейчас бы супчику горяченького да с потрошками, а. Но так как кипяточка, хрен от кого дождешься, приходится по кровавым крошкам найти себе целое тело, которому почему-то не оказали последней почести и не упаковали в космоцеллофан, а бросили болтаться в отсеки. Это замечает сладкая парочка и решает устроить разведчику подставу. Лишим воздуха этого ублюдка. Разгерметизирую зарю. Колян понимает, что дела его плохи и уже было начал впадать в панику, но тут пришла помощь, откуда не ждали. Они прилетели. Сигнал бедствия достиг земли. И только космонавты обрадовались, что на подмогу подрулило. Войско железных солдат. Так как оказалось, что сценарист решил разнообразить Коляну продуктовую корзину. И тут выясняется, что парни прилетели не просто посмолить вдали от дома. Они выталкивают нас в дальний космос. Они не могут позволить, чтобы Келвин попал на землю. И в этот момент Якудза подрывается с постели и с просонем мчит в направлении Коляна. И легким движением открывает шлюз залетным, даже не посмотрев по сторонам. Вот что о таком можно подумать? Че тут думать? Парень ебнутый на всю башку. А тут и Колян подтянулся. И устроил резню космического масштаба бензопилой по-техасски. За тяжечкой. Дальнейшее никакой логике не поддается. Но творцам виднее. И мега крепкое соединение вместе с тыковки каким-то образом начало разваливаться. Интересно, что скажет по этому поводу логика. Пристрелите меня, пожалуйста. Но раз логика с физикой, механикой и прочими науками уехали в отпуск, то приходит во светишество хаос. И давай устраивать панику. Согласно которой, все выжившие, сломя голову, не соблюдая субординацию, инструкции и плотоядные интересы несутся друг по другу. Но вдруг Хироюки хватает Коляна и жертвуя собой, бессмысленно тратит целых три секунды фильма. Какая трагичная пустая трата времени и таланта. Потому что Колян все равно махом догоняет Миранду. И уже та добротным напасом с берданки отбрасывает его. Хотя могла сделать то же самое раньше и спасти дежурного японца Голливуда. Проще простого вашу мать. И как только парочка спасаются в уютном отсеке, как челнок с пьяну начинает крошить станцию и оставлять бедолаг без коммунальных услуг. Но беда не приходит одна. Мы летим не в космос. Из-за этих толчков скорость упала и нас притягивает к земле. Вследствие чего через полчасика есть приятность встретиться с атмосферой и знатно обуглиться до хрустящей корочки в подарок Коляну. Хорошее мясо, отличная еда. Ну и эпик фейл всего мероприятия. В быстро остывающем ошметке станции, вместо того, чтобы теплее одеться или активно теряться друг от друга, парочка устраивает у окошка на фоне звезд светскую беседу. Хорошо, да? Слишком хорошо. В результате которой в отмороженные бошки залетает очередная гениальная идея. Калвину нужен кислород, чтобы выжить. А поскольку уровень кислорода очень низкий, его легко заманить на кислородные свечи. Да и на корабле срочно оказались две случайно неразбитые челноком капсулы, в одну из которых уляжется деваха и полетит по домашним делам, а во вторую Мистерио заманит Коляна и с ним полетит осваивать космос. Черт, как будто стальные яйца. Наконец-то додумавшись напялить скафандры, принц Перси мчит капсулей. И пока он пялился на приборы, подлетает Колян и делает вид, что типа не в курсах, ведется на кислородные свечи и готов по наивности следовать за кислородом. Ну раз хоть наконец-то сейчас все идет по плану, горбата горы, трамбуется в свою капсулу, маякует бабенки занырить в свою и ассинхронно стартуют каждый в своем направлении. И вроде бы казалось, все будет за*****сь. Но внезапно шметки станции, корректирует курс и дальнейший смысл жизни девахи в совершенно противоположную сторону. А Колян просто следовал разработанному плану и понимая, что эта рухля селенками не наделена, подкорректировал курс на землю. Ну и то, что увидели в капсуле прибывшие браконьеры, можно выразить только... Да, жить захочешь, не так расхорячишься.